но это ненадолго объясню почему поведали мне что совсем скоро я буду вкушать какую-то халу которая полностью решит все мои финансовые страдания а вот я уже себе сделал небольшой такое знаете набросал смету куда я потрачу все деньги которые каким-то волшебным способом мне кажется в ближайшие дни насколько стоит урезать или расширить бюджет в ближайшие дни с этим вопросом я обращаюсь к вам и что это за хал такая волшебная во-первых 100 процентов придется урезать потому что если у вас есть такая хала которую покушаешь и сразу все будет хорошо на банковском счету то обязательно поделитесь со мной потому что мне тоже такую хочется поэтому вам придется урезать и пользу моего бюджета потому что у меня такой волшебной халы нету но вы на самом деле давайте по порядку вы затронули очень интересную тему которая бесконечно особенности в русскоязычной еврейской общине очень популярны не только касательно халы а в целом всяких пример это на мой раввинский бич не берег имеется ввиду а бич имеется ввиду страдания потому что к сожалению иудаизм который сегодня знает широкая потребительская публика не сильно утруждающая себя в том чтобы чему-нибудь научиться а то что услышали и сводить еще какой-нибудь заговорщиком наговорить бизнес бумаги на новый контракт в общем-то приблизительно такое представление иудаизм как каком-то наборе суеверий ниточек глазиков хал видев ключика ну еще три раза подлогнуть и так далее дамы и господа все основное мото иудаизма это моах шалит аль-алевки талдато говорит об этом формирует и форме формулирует это основатель движения хаббат аль таребе свои книги тани на основе конечно более ранних первоисточников о том что цель вообще все я не знаю на заметку всяким там коучем сейчас очень много по личностному росту цель развития человека на развой развить свой интеллект настолько чтобы он контролировал эмоции основной принцип иудаизма учимся узнаем спрашиваем меня ужасно убивать когда не только я сейчас говорю все поводу всякие приметы про халы про другие приметы когда мне там буквально вот на той неделе у меня был разговор позвонила мне одна девушка мне вас рекомендовали что вы провели купу я говорю да с удовольствием давайте поговорим в старинце но мне нужно чтобы там было равноправие я честно говоря я не очень понимаю вы хотите оправдать права мужчины она говорит нет на купе муж покупает невесту я говорю послушайте я провожу десятки хуб в году и нигде такого нет и я как раз имею ввиду совершенно другое что равноправие в пользу женщины потому что было и позже мужчины нужно сбалансировать потому что в брачном контракте который мы с вами к туба не упоминается ни разу никаких обязанностей невесты все что говорится это только обязанности жениха нет но ведь правильно на хупе жених попал вместо говорят нет девушка давайте еще раз объясню как произойти и ни в какую полчаса разговора чтобы не объяснял подчетка том как что с чем заключается весь процесс бракосочетания не работает да мы к сожалению сегодня это видим только не только по поводу и да изма что люди готовы хвататься за какую-то либо соломинку иллюзии для того чтобы оставить живых свой какой-то маленький мирок который не дает возможности выйти за рамки своих комплексов и посмотреть на вещи так как они есть что-то прочитать учиться и так далее но всегда будут те которые абсолютно точно знают как правильно нужно делать какие-то родственники из израиля потому что они там жили ни разу не заходили все на ногу но они знают все или там не одна женщина вчера была на моей лекции которую каждую неделю дает я вот у меня есть одна подруга которая в одессе училась два года в ешеве я его пытаюсь затащить на занятия она говорит нет я уже все выучил мне это все уже не нужно дамы и господа иудаизм это бездонное количество интеллекта познания и так далее и поверьте мне я этим делом занимаюсь уже достаточно долго и каждый раз открываю для себя что-то новое и поэтому иудаизм это совершенно не какие-то приметы самая лучшая руслан если вас секрет сам находите реально самую лучшую примету я даже буду записывать наверное самую лучшую примету для материального благосостояния так говорите работать через а или через он так вот откуда откуда взялась эта хала с ключиком это во первых это очень все как в обществе в современном христианстве особенно православие огромное количество традиций которые пришли из язычества и просто каким-то образом адаптированы и за ними придумали какую-то легенду приблизительно то же самое происходит с этой халой в виде ключика который запаивает включат технически пожалуйста готовьте себе халу сколько хотите технически это сгула примета на ибрите работает что ключ от квартиры где деньги надеются будут лежать запекают внутри халы и если ты ломаешь себе зубы об этот ключ когда ее кушать что это примета на материальное состояние материальное благополучие вашего дантиста нет это шутка но приблизительно так и действительно меня действительно удивляет что огромное количество опять же в иудаизме есть о чем поговорить постоянно устраивают какие-то мероприятия по какому-нибудь готовке пекут это пекут то пекут пончики пекут халу пекут капкейк пекут дамы и господа да поговорите вы за бога чуть-чуть поговорите вы о чем-то есть только в сегодняшний день не обязательно поставим себе что-то печь кроме того попадают следите за своей фигурой диеты еврей должен хорошо выглядеть и следить за здоровьем о чем мы с вами уже неоднократно говорили но действительно есть большое есть давайте если будет честными есть был такой великий мудрец рабиуда хаси то есть по конца периода геоним по моему это 10-11 век который в конце своей книги написал так и называется сегодня сгулод рабиуда хаси это пример именно приметы который вот он конкретно вот это реально остальное все плоды воспаленного детского воображения и там действительно есть некоторые вещи которые мы с вами например например что если ты выходишь долиную дорогу то нельзя возвращаться обратно это плохая примета неудачного пути неудачно и так далее действительно об этом пишет до такой степени что есть даже подтверждение этого ну такой косвенно подтверждение у любавического раба был такой очень известный хасид очень богатый человек большой бизнесмен на шмаряу гурани который ушел из этого мира в начале двадцатого века он был большим-большим преданным хасидом любавического раба и о нем рассказываю что он как-то выезжал куда-то путешествие и забыл помните раньше были такие вот билеты которые такие когда покупаешь билет не как сегодня там распечатку делаешь или просто криво ярко такие были билеты выдавая как таких печатали и складывали в такой как я не знаю как пакет как кошелек такой конверт когда мы складывали паспорта и так далее так вот он он забыл эти штуки дома и вышел уже ехать в аэропорт и вспомнил что возвращаться нельзя когда есть дальнюю дорогу звонит он любавическому раба и это достаточно редкий случай который произошел потому что всегда отвечал на телефон корреспондент секретарь любавического раба грона что мне делать не нужно и опознаем на совмещаться иногда рыбе подымал с кабинета телефон и слушал параллельный разговор и рэбе поднял данный не знаю почему поднял именно телефон и ответил ему сразу без не дожидая секретаря о том что выучи еще одну главу из основополагающей книги хасидизма тани и человек который выучит ее по настоящему никогда уже не будет тем же самым человеком и тогда ты просто изменишься ты станешь новым человеком и тогда спокойно можешь возвращаться обратно это тот редкий случай когда действительно мы серьезно относимся каким-то сглот такие вещи как хала в виде ключика как ниточка не будем куда говорить куда ее наматывать глазики вручки и так далее и так далее дамы господа но почему мы так любим всякую ерунду когда когда ко мне приходят люди говорят вот у нас там проблемы с ребенком он там то-то то-то не дай бог не про кого будет сказано что рыбы нам порекомендуйте я говорю ну попробуйте кушать кошерную еду в доме гэтрами потому что не религиозно дайте нам ниточку какую-нибудь или благословение дамы господа но есть четко написано что реально а чтобы мы все почему мы все время ухватываемся за какую-то ерунду ответ достаточно простой потому что так сложилось что иудаизм это образ жизни в которой основной принцип это то что должен за все нести ответственности фокусов не бывает и как человек который говорит я не религиозным в принципе не будет я не верю бога и тогда я не хочу нести ответственность люблю фокусы люблю что мне делали какие-нибудь там штучки вот съел пожевал халу и все шикарно можно целый год не работать это больше напоминает русские народные сказки где главная идея любой сказки это главное ничего не делать да по щучьему веленью золотая рыбка и так далее главное лежать на печи все за тебя будет дамы господа еще раз повторю как если не ошибаюсь даже слова любавического рэба лучше примета на материальный достаток это работать другой приметы нет а по поводу пример опять же процитировать любавического рэба есть известный ответ есть такая же одна примета который все очень верят ну я это делаю в любом случае хотя делаю то и другое есть такая штука как талит если кто-то не знает талит это молитвенная такая накидка талит готов большой талит мы носим цицит это тот который носится под одеждой и талит надеваем во время молитвы теперь проблема в шаббат когда ты снимаешь талит после утренней молитвы то это вещь тебе до следующего утра уже не понадобится и в шаббат есть такой закон как мукца что-то что тебе не нужно для шаббата это нельзя трогать получается что этот талит тебе больше не нужен для шаббата ты он становится лицем мукца ты должен его снять не складывай при этом это не своего рода не уважение к талиту поэтому сразу по окончанию шаббата у меня в синагоге там я стою на таком постаменте почетном и нечетном месте для раввина у меня там всегда на моем кресле лежит талит после молитвы после утренней молитвы когда вечерняя молитва заканчивается я с первое что дело на глазах у всей публики иду складывать это ли есть такая сгула опять же примета о том что складывать талит сразу по окончанию шаббата это примета на здоровье жены и благополучие в семье видите как бы сразу заинтересовал так такими упадки так вот когда-то у любавичского рэба спросили а то правда ли складывать талит сразу после шаббата это примета на здоровье жены и мир в семье барышеский рэба сказал не знаю насчет талита но помыть посуду после шаббата точно примета на здоровье жены и благополучие в семье поэтому дамы господа работайте и мойте посуду спасибо больше да ну это все для всех понятно информация сколько нужно съесть халлы с ключом спасибо огромное да ребята верь на самом деле во что угодно помните что только работа принесет вам материальное благосостояние это было равен ашер альшуль спасибо огромное шаббат шлом и до встречи в следующую пятницу спасибо